Город готовится к встрече Нового года, украшая витрины магазинов, здания, улицы. А в детской библиотеке подвели итоги конкурса елочных шаров. Надо сказать, что ученики разных школ с удовольствием откликнулись на призыв участвовать в конкурсе. А разнообразие подделок впечатлило даже самых придирчивых членов жюри. Подробности в сюжете Татьяны Брыловой. В эти декабрьские дни в Видновской районной библиотеке царит предновогодняя атмосфера. И эту атмосферу создали ребята, которые представили на конкурс елочные шары. Почти полтысячи шаров поступило от ребят из разных школ района. Выполненные в самых разнообразных стилях и техниках, шары впечатляют своей неповторимостью. В том году у нас был конкурс новогодних открыток. Он очень удался, открытки были интересные. Мы дарили их своим партнерам, им тоже было очень интересно, здорово. Мы решили продолжить эту традицию, но вот уже в виде новогодних шаров. Наталья Липина вместе с дочерью Варварой, ученицей школы номер 4, сделали шар в технике канзаши. Техника сложная, трудоемкая, но старания того стоили. Шар получился необычным. Для нас, говорят мама и дочь, победа не главное. Она немножечко помогает, она делает себе бантики всякие. Она уже старается делать. Просто еще как бы не очень все я ей даю, потому что там и клей горячий, и огонь нужен, чтобы ленточки подпалить, чтобы они не расклеивались. Все шары, конечно же, не смогли бы поместиться в фойе и библиотеке. Часть шаров отвезли в другие филиалы. Какие-то поделки уже начали раздаривать. А что? Самый предновогодний подарок. Шарик такие вот, яркие цвета, ну и вот украшают здание. Сегодня сюда пришли ученики 4-й школы. Сотрудники библиотеки подготовили для них праздник, посвящение в первоклассники. Делая таким образом шаг вперед, знакомясь с ребятами еще и как с будущими своими читателями. Недаром в подарок каждому книга. Поздравляем Танечку, поаплодируем нашу первокласснику. Библиотека для ребят становится ориентиром в жизненном пространстве, делая акцент на важных событиях для страны и нашего района. Так можно увидеть работы ребят, принявших участие в программах, посвященных 70-летию Победы. Победа деда, моя победа, животные на войне и другие. У сотрудников учреждения постоянно рождаются новые идеи. Уже есть и идея новогоднего конкурса следующего года. Но это пока большой секрет. Татьяна Бролова, Константин Бролов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.